Вот это вообще первый автоматический пулемет в Красной армии авиационной. ШКАС стал первым пулеметом, разработанным специально для авиации. До 41-го года на советские самолеты ставили именно его. Это не макет, хотя на выставке есть и такие. Оригинальное оружие с военных складов. Некоторые нашли поисковики. Это пистолет-пулемет Судаева. Историками и экспертами признан лучшим пистолетом-пулеметом времен Второй мировой. Сконструирован в 43-м году в блокадном Ленинграде. Он легкий, но надежный. А собрать такой на заводе может даже женщина или ребенок. Здесь и более редкие образцы и пистолет-пулемет Дегтярева. Их за годы войны предприятия страны выпустили всего 100 тысяч. Для сравнения, здесь же пистолет-пулемет Шпагина. Их было 6 миллионов. Во время прицеления в это время здесь затвор ходит. Это очень неудобно, конечно. Это страшный сон советского конструктора. Американский Томпсон был на вооружении у союзников. На выставке есть стенд и с трофейным оружием. Вот чешские и финские пулеметы. Вообще советское оружие всегда отличалось первое. Это простота конструкции, дешевизна производства. Потому что советская армия – это всегда многочисленная армия. Надо вооружить большое количество бойцов. Это не кадровые военные, а те, кто в недонедавнее время были рабочими, колхозниками. Поэтому советское оружие всегда очень простое в использовании. Кроме оружия, здесь рисунки солдат из окопов, агит-плакаты, фотографии с поля боя. Выставка проходит до 3 сентября. Алина Зинатульна, Леонархозий Ахметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.